Первое, с чего начинается приготовление наших чечевичных котлет, это то, что мы замачиваем с вечера чечевицу. Лучше брать зеленую, крупную, из нее получается такой особый вкус, мелкую красную, либо желтую использовать для супов. Чечевицу хорошенечко промываем, сейчас воду сольем и зальем ее хорошей водой. Забыла сказать, что мы взяли 250 грамм чечевицы. Итак, я залила ее хорошей водой раза в 2-3 больше, потому что она набухнет, воду в себя впитает всю. И оставляем при комнатной температуре, я оставлю это на холодильник на ночь. Посмотрите, наша чечевица впитала в себя влагу, так она выглядит после набухания, после замачивания. Для приготовления этих котлеток нам понадобится чечевица сама, потом белокочанная капуста, морковка и специи. Из кухонного инвентаря нам понадобится только терочка и погружной блендер. Все, приступим. Блендером взобьем чечевицу до пастообразного состояния. Для этого добавим чуть-чуть воды, чтобы нам легче было взбить. Вот такая пастообразная чечевица. Смотрите, чтобы было минимальное количество каких-то цельных зерен. Но если там немного попадается, то ничего страшного. Так, сейчас в нашу чечевицу нужно добавить овощи, чтобы наши котлетки были сочными. Добавим одну морковку и кусочек белокочанной капусты. Примерно 150-200 грамм. Натрем морковку на мелкой терке. Если у вас есть комбайн, то это вообще отлично. Я думаю, что я остановлюсь на этом, потому что смотрю визуально. Вот столько морковки мы добавляем в нашу пасту. Сейчас берем кусочек нашей капусты и натираем на крупной терке. Если капуста свежая, то это прекрасно получается. Так, нашу капусту лучше порезать, потому что она не такая уже плотная, как нужно для терки. Как зимний сорт, например. Порежем на такие мелкие-мелкие кубики. Получится вообще как лучок. Сейчас мы порезали лучок наш. У нас есть два варианта. Первый, это обжарить эту капусту на масле, на котором жарим, с асофетидой. И это получается прям совсем как лучок. Но по себе знаю, что это занимает чуть дольше времени, конечно же. И можно просто добавить капусту в чечевицу, и тоже получится вкусно. Я всегда так делаю. Далее все перемешиваем хорошенько. Я люблю делать это все руками. Наш фарш почти готов. Сейчас остается добавить туда воды. Потому что у чечевицы есть такое свойство, что она очень вбирает в себя влагу и становится сухой. Для этого нам нужно воды добавить столько, чтобы фарш стал воздушным. Я сейчас вам покажу. На этой стадии еще можно в фарш добавить 100 грамм вареного риса. Ну или на глаз просто. Котлетки с рисом и без риса немного отличаются. И те, и те имеют такой очень богатый вкус. И я даже не могу отдать предпочтение. Я какое-то время готовлю с рисом, а какое-то без риса. Просто отварите рис и добавьте в фарш. Смотрите, показываю вам вот эту вот такую воздушность фарша. За счет этой воздушности наши котлетки не будут сухими, как множество раз у меня получалось до этого. Это мой такой авторский рецепт, лайфхак. Такой фарш не сформируешь на столе и не положишь. Но зато с легкостью можно просто в руке сформировать котлетки. Вот так вот из руки в руку перебрасывая. И положить сразу на сковородку. Так, самое время сюда добавить соль и специи. Соль во всех блюдах. Одну чайную ложку на один литр, либо на один килограмм. Смотрим визуально, сколько у нас здесь литров. И ложим где-то одна чайная ложка. И специи я добавляю с аппетитом. Где-то одна вторая чайной ложки. Немного кориандра. Одна треть чайной ложки. Молотой шамбалы положу побольше. Она очень придает аромат. Две третьих чайной ложки. Одну треть чайной ложки черного перчика. И одну треть чайной ложки карри. С ним специи. Перемешиваем. И пойдемте обжарим их. Мы нагрели сковородку на малом огне. И хочу вам показать, на каком масле я пожарю в этот раз. Я обычно жарю либо на топленом, либо вот кокосовое масло, рафинированное. Оно ничем не пахнет. Добавим немного масла. И выкладываем в сковородку. Жарить на огне. Чуть меньше среднего. Обязательно под крышкой, чтобы наши котлетки хорошенечко прожарились. Прошло, наверное, уже 4-5 минут. Поэтому я думаю, что можно переворачивать. Смотрите, как они у нас очень красиво зарумянились. Сейчас, когда мы перевернем, снова добавим немножко масла. Вторую сторону можно уже жарить без крышки. Все, наши котлетки готовы. Мы их выкладываем на какой-то подносок. Вот такие котлетки у нас получаются. Очень сочные. Красивые. Попробуйте. 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 Продолжение следует...